Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Я поздравляю вас с началом новой трудовой недели. Желаю, чтобы она у вас началась радостно, позитивно. Она веселая, ну и чтобы на этой неделе вы все, что себе наметили, чтобы вы довели до конца, чтобы у вас исполнились, может быть, какие-то мечты, которые вы планировали, цели, чтобы у вас все получилось. Что я хочу сказать? Это очередной обзор, конечно же, на эту неделю, на предстоящую неделю и на сегодняшний день. Но для начала хочу чуть-чуть проанализировать пятницу и сказать, что, в принципе, то, что я ожидала, мои ожидания, мои рекомендации отработали. Отработали именно так, как я и предполагала, чему я, конечно же, очень-очень рада. Ну, а сейчас давайте-ка пойдем по основным валютным парам и посмотрим, что нам грядущая неделя даст, скажем, и что нам ожидать. Итак, на экране у нас евро-доллар. Ну, что хочу сказать, что, как я и говорила, вот тренд недельный поменялся, и вот он, мы идем вниз, недельный тренд вниз. А месячный тренд, вот, похоже, да, как мы, я и предполагала, мы двигаемся к развороту вверх. Но пока что я еще об этом, скажем так, не на 100% уверена. Но недельный тренд показывает, мы идем вниз. Также дневной тренд на сегодня тоже, он пока еще нисходящий. Но вы видите, мы отработали эту линию, то есть это мне показывает, вот, как бы канал, да, нашего дневного тренда нисходящий. Вот сейчас, видите, мы тестируем следующую линию. Я думаю, а дальше у нас находится линия недельный. Я думаю, что мы двигаемся сейчас сюда наверх, где-то к уровню 1.119.33, либо же 1.119.90, потому что на 92 вот здесь разворотный уровень дня. То есть отсюда мы можем развернуться, хотя не исключено, что мы можем даже сюда идти, то есть откат даже до вот этого уровня, до 121.34. Возможен такой откат, а может быть не сегодня, может быть завтра, там, послезавтра, но откат, конечно же, все равно сюда должен прийти, должен быть ближе вот к этому уровню. Ну, а сегодня, возможно, как я и говорила, что до недельной линии 1.119.36 и даже до разворота 1.119.90. Вот такие ожидания на сегодня. Ну, а потом будем продолжать движение вниз, потому что цели внизу, вот если я переключилась на H1, пока цели вот не видно, чтобы вы понимали, вот на днях цель внизу у нас на днях пока что. Ближайшая цель, если взять на днях, это 112, 1.112.50. и следующая такая цель вниз, это 1.108 и даже ниже, 1.108 и, возможно, даже ниже. Вот такие вот цели на днях, вот это мы на неделях пока что. Да, все вот остается на днях нам отработать. Вот такие вот цели. Отсюда уже дальше будет видно. Пробьемся, мы закрепимся ниже. Возможно, тогда будем двигаться дальше вниз. Но, а не закрепимся ниже, вот этого уровня 108. Если мы не закрепимся ниже, то, возможно, будем продолжать движение вверх. Потому что пока что у нас показывает, что движение как бы месячное вверх. Но, видите, я вам говорила, что на месяцах вот ожидается вот здесь пересечение. То есть собирается разворачиваться вниз. Но мы это посмотрим, ну, чуток попозже, я скажу более определенно. А сейчас мы переходим к следующему, к следующей паре. И эта пара у нас доллар-франк. Какие ожидания у нас на этой неделе по этой паре? Значит, тренд восходящий, недельный, месячный тренд тоже восходящий, и дневной восходящий. То есть все слились, то есть все тренды восходящие и месячный, и недельный, и дневной. Вы видите, пока что на дневном мы дошли до линии недели. Это вот какой тут у нас уровень 978.50, 0,978.50, вот где-то здесь. И мы идем дальше вверх. Так как тренд у нас восходящий, я предполагаю, что мы можем прийти еще раз протестировать дальше. Следующий уровень, вот следующая цель на восходящем тренде, это 0,984. Ну и, возможно, выше еще 0, где-то 900. Вот где тут у нас так, 0,986.50, где-то вот такое вот, возможно, на восходящем тренде, на этой неделе. Хотя, если взять, то цель на неделях, конечно, видите, все равно мы сошлись, вот вошли в треугольник такой и должен быть прорыв. Ну, прорыв посмотрим. Если взять на месяцах, то нам показывают, что прорыв все-таки возможен, скорее всего, вверх. Но, кто его знает? Хотя вот недельный тренд, если взять цель на неделях, вот она, цель на неделях, 1, 0,4092. Вот здесь цель на неделях. А так посмотрим. Вполне допускаю, что мы можем такой, скажем, прорыв такой сделать вот на этой неделе. Потому что график, то есть не график, а тренд недельный восходящий, такой уверенно восходящий. Но посмотрим. По крайней мере, еще раз обозначу цель, что мы можем сюда прийти 0,4092. 1, то есть 1, 0,4092. Вот такие ожидания у нас по доллар-франку. Ну, а на днях сегодня мы можем дальше идти вверх. Так, сейчас посмотрю. Ну, как я и говорила, что мы можем сюда прийти на 0,98070, но еще выше пробиться, где-то вот 0,984, что ли. Вот так вот. Такие ожидания на сегодня по доллар-франку. Следующая пара у нас фунт-доллар. Ох, фунт-доллар красиво. Ну, тоже я говорила, что тренд нисходящий в пятницу. И красиво фунт-доллар. Посмотрите, какое движение показал в пятницу. И сегодня тренд тоже нисходящий дневной. Вот он нисходящий дневной. Недельный тренд тоже нисходящий. Хотя месячный тренд пока восходящий. Но мы находимся вот ниже линии месяца. Что мы сейчас делаем? Я думаю, что мы сейчас идем к разворотной линии дня. Это 130... Ой, это 1... Так, какой у нас тут уровень? 1,312,0910. Вот так вот. Где-то здесь находится разворотная линия дня. Вполне возможно. Ну, и здесь же линия недели. Вот они пересекаются. Вполне возможно, что мы дойдем до разворотной линии дня и будем дальше продолжать движение вниз. Сейчас, я думаю, что мы можем чуть-чуть еще откатить. Вот сюда пройти. Можем чуть откатить и пойти дальше. То есть, возможно, что сейчас все равно мы идем сюда к разворотной линии дня. 1,312,0910. Ой, то есть 10. И дальше будем продолжать движение вниз. Потому что... Вот, смотрите, мы прорвались вниз. И прямо конкретно я сейчас переключаюсь, чтобы вам показать, что как бы внизу у нас таких особых целей нету. Поэтому вполне возможно, что эта неделя еще как бы тренд нисходящий. Но вот на месяцах нам показало, вот, посмотрите, я же говорю, было пересечение, что мы просто, возможно, протестировали и развернемся и пойдем дальше вверх. Откат будем. Будем откатывать сюда вверх. До где-то, значит, первый уровень 373,85. 1,373,85. И, возможно, так же так сюда. Вот 1,403,25. И если закрепимся, то вот уже дальше следующая цель. 1,432,76,80. Где-то вот так вот. Возможен вот сюда откат. Это на месяцах. Но эта неделя пока что нам показывает тренд нисходящий. Ну, посмотрим, что будет. По крайней мере, уже я так понимаю, что как продолжение пятницы, поэтому нам показывает такой нисходящий тренд. Вполне, вполне я могу допустить, что тренд развернется где-то, хотя бы, как бы показывает такой уверенный нисходящий, но я могу предположить, что где-то даже не сегодня, где-то в середине недели все-таки мы развернемся и тренд станет восходящим. Вот такие ожидания у нас по фунту доллару. И последняя пара у нас доллар-иена. Какие ожидания у нас по паре доллар-иена на эту неделю? Неделя тренд нисходящий вот у нас. Также, что я могу сказать по поводу дневного тренда. Дневной тренд показал пересечение на открытии, что мы пойдем вверх. То есть, тренд восходящий. Посмотрим. Пока что мы, вот видите, сделали взмах вверх, то есть, откатили до недельной линии и пошли вниз. Пошли вниз, вот отработали мы разворотную линию дня и сейчас, как бы, ее вот тестируем. пока что не закрепились ни выше, ни ниже. Вот здесь находится линия месяца. Разворотная линия дня сегодня все здесь зависит сейчас от этого уровня. Это что у нас? 102.094. И вот здесь хочу сказать, что все зависит от того, что закрепимся мы вот сейчас пройдем ниже и откатим сюда и закрепимся ниже, значит, будет движение вниз. Хотя на днях мне показывать, что тренд у нас будет сегодня восходящий. То есть, вполне возможно, что мы отсюда прорвемся и пойдем вверх. Вот первая цель это значит еще раз вот недельная линия тестировать 102.391. Но мы находимся, вот я вам показывала, вот волшебную красную линию. Вот она где-то на уровне 102.102.270. И вот дальше вот от нее тоже будет зависеть. Смотрите за этим уровнем 102.270. 102.102 где-то будет здесь 260. Вот в этом ключе. Если мы вот сюда откатим сейчас, то есть тренд показывает у нас дневной восходящий, если мы сюда придем, но не прорвемся выше, возможно, пойдем еще раз вниз. А если мы прорвемся выше, откатим к этой линии и закрепимся здесь, значит, тогда точно мы поменяем. Пока что, видите, вот туда-сюда, туда-сюда. Вот сегодня и вчера и сегодня пока что нет такого четкого закрепления выше либо ниже. Поэтому это очень важный уровень 102 287 280 вот где то вот здесь будет потому что она слегка как говорится я говорила под уклоном то есть она может показать какие-то отклонения на несколько градусов я ожидаю восходящий тренд недельный нисходящий что касается на неделях мы можем прийти видите на неделях я вам показывал что здесь волшебная красная линия на на 101 522 то есть тренд нисходящий мы можем сюда если прорвемся закрепимся значит пойдем видите уже сколько мы тестируем и никак не можем закрепиться ни выше ни ниже поэтому я допускаю что вполне возможно мы еще можем вот сюда где-то прийти на 100 411 где-то вот так вот на этой неделе чтобы тоже протеста но пока что видите мы идем в треугольник такой так что вполне возможно мы придем сюда потом опять какой-то вот откатик и потом уже куда-то прорвемся до весь месяц показывает что вверх вполне возможно вот такие ожидания дорогие друзья по этой паре по паре доллар иена на сегодня я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь друзьями задавайте вопросы пишите коммент в комментариях ваши вопросы не очень важно ваше мнение пишите чтобы вы хотели еще узнать о чем вы хотели чтобы я рассказала чтобы я включила в свои обзоры я благодарю вас с вами была анастасия час и пока пока до следующего обзора и и и и и и и